Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Лаисина. Здравствуйте. Ну что ж, такого, как сказал один мой знакомый, даже при румынах не было. По центру Одессы были установлены сетчатые ограждения и огромное количество солдат внутренней службы, называемая национальная гвардия. Что же касается депутатов городского совета, то и они тоже были замечены. Правда, некоторые исполняли не совсем депутатские функции. По визите президента будем говорить прямо сейчас. К нам в студии присоединился Олег Звягин, депутат Одесского городского совета. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напоминаю телезрителям про линии для голосования, которые у нас работают в режиме онлайн. Сегодняшний опрос звучит так. Довольны ли вы визитом президента в Одессу? Три варианта ответов. Да, нет, ожидал большего. Олег, очень многие депутаты городского совета попали сегодня в объективы телекамер. Каждый был занят своим делом. Кто-то по телефону разговаривал, кто-то с людьми общался. Мы тоже вас видели. Честно говоря, нетипичная для депутатов городского совета... Потому что вначале была даже информация, что вас не пускали. Да, нетипичная для депутата городского совета функция. Вы людей заводили за ограждение. Мы правильно поняли или нет? Да, абсолютно правильно. Конечно, у меня... Вы член оргкомитета по встрече президента? То есть не то, что член оргкомитета. Я, во-первых, депутат городского совета, депутат от Бога Петра Порошенко «Солидарность». Я не вижу ничего плохого в том, что люди, которые выразили желание пойти на встречу с президентом, чтобы они туда прошли. Прекрасно. Мало того, мои избиратели, которые у меня на округе живут, помимо моих избирателей была спилка ученых от университета Ушинского, от педагогического университета, которые также презентовали. Это тоже все со мной. Это наша молодежная организация, молодежное крыло, блок Петра Порошенко «Солидарность». То есть люди, которые хотели пойти, выразили такое желание, я попробовал, связался с оргкомитетом и провел людей. Слушайте, как это интересно получается. Депутат городского совета звонит и заводит каких-то людей, а в то же время обычные люди, которые являются также вашими, возможно, лично вашими избирателями по вашему избирательному округу, они просто так, без согласования с вами, попасть не могли. Это все-таки дружба с депутатом дает какие-то бонусы, насколько я понимаю. Здесь нет никаких дружбы или не дружбы. То есть есть люди, которые заранее выразили такое желание, которых я лично знаю о том, что они действительно избиратели моего округа. Почему одних пускали, а других не пускали? Я не знаю, кого не пускали, я знаю о том, что… Ну это на видео, это все видели. Ну, я не знаю, есть провокаторы, были провокаторы, которых действительно правильно… Обычные люди, пожилые в том числе, которые пришли и их не пустили. Вот при мне заходили люди, и пожилые, и молодые. Вот смотрите, я вам сейчас передаю пример. Вы знаете, что пресса должна получать аккредитацию на подобные мероприятия, и это нормально. Вы знаете об этом? Ну, понятное дело, да. Прекрасно, смотрите, наш журналист пока не показал свое удостоверение и подтвердили, что он аккредитован, он зайти не мог. То есть до того, как журналист идентифицировал себя… Как журналист, аккредитованный, как средство массовой информации предстоит, и аккредитованный, находящийся в списках журналистов, которые имеют немножко больше прав, они заходят в другие зоны, не имеют права носить с собой громоздкую технику, это все понятно, да? Так вот, пока он был обычным гражданином, он зайти не мог. Смотрите, при встрече любого президента должны быть меры безопасности. Почему есть… Должны быть меры безопасности. Ну, объясните мне, почему у нас появились в центре города какие-то решетки, которых не было ни при немцах, ни при румынах, ни при советской власти, ни при Сталине, ни при Гитлере, ни при ком не было этих решеток, они впервые в истории Одессы, запомните, да, тут появились именно сегодня. И ни при одном другом визите Порошенко такого не было. Устанавливались металлические рамки, металлоискатели. Металлоискатели никто не имеет вручную. Боже, рамки, рамки это понятно. Решетки откуда взялись, откуда их привезли. Я не знаю, я не знаю, откуда что привезли. Я знаю точно, что меры безопасности должны быть всегда учтены. Я присутствовал на пяти встречах президента сам лично, и я видел различные меры безопасности, и это абсолютно нормально. В разных местах, они по-разному устроены. Занимается этим служба безопасности президента. В каждой стране есть такая служба, и это абсолютно нормально. Я считаю, так и должно быть. Олег, я присутствовала на черепу. Дайте договорить, пожалуйста. Встреча первого лица любого государства должна быть обеспечена безопасно. Потому что особенно, когда в стране идет война на востоке Украины, можно ожидать чего угодно. Помимо провокаторов здесь местных, которые типа патриоты, еще можно ожидать неприятностей от различных террористических каких-то угроз. Которые, ну, необходимо это все предупредить и не допустить. Олег, я была на четырех встречах президента, две из которых это был Петр Порошенко, и никогда не было того, что было сегодня. Ни разу. По-разному службу безопасности. Извините, но когда улицу Пушкинскую перекрыли, начиная с ЖД вокзала. Нет, неправда. Я доехал по улице Пушкинской до Греческой. Олег, в 12.30 я вышла из ЦУМа. У меня была припаркована машина на Пушкинской. Я до 12 доехал до Греческой. Стоял троллейбус, стояли маршрутки, никого не пускали. Я подошла к полицейскому и попросила, чтобы мне разрешили выехать с этой улицы хотя бы на Малу-Арнаутскую. Может быть. Я до 12 доехал до Греческой. Скажите, у вас как одесситы, вот честно, может быть вы разделяете мои чувства, вас как одесситы не оскорбляют эти решетки? Я не вижу проблемы в том, что... Вас не оскорбляют эти решетки? Я не вижу проблемы в том, чтобы... Ответь на мой вопрос, пожалуйста. Я не вижу проблемы в том, чтобы... Ну мы же сами недавно утр Melodora знаем друг друга. Я вижу проблемы в том, чтобы была обеспечена безопасность. Решетки, металлорискатели, вместо решеток должно было быть 50 человек милиции. Их там было значительно больше. Та не было, было 10 человек милиции возле оперного дюка. А нет, вас решетки оскорбляют или нет? Я бы не скажу, у меня ничего не... У вас решетки не оскорбляют? Меня решетки не оскорбляют. Спасибо, вы на задверьте. Спасибо. На одну минуту буквально прервемся. У нас на телефонной связи наш корреспондент Иван Леонтьев, который находится на третьей локации, где сегодня находится президент Украины Петр Порошенко в Вилково. Ваня, тебе слово. Расскажи, что там происходит. Добрый вечер, коллеги. Слышал только что отрати ваши дискуссии. Полностью соглашусь с вами. Действительно, меры безопасности беспрецедентные. Очень много бойцов в Гвардии, металлорискторы. Ну и люди с наушничком, из которого проведущих. И, в общем, они только поправляют, как идем правильного идей, куда себе знать и так далее. Но, в общем, отступление маленькое. Встреча президента с общиной общественности Вилково состоялась. В сопровождении губернатора и главы областного совета, и также остальных воздействий, президент привел по графику сюда, в Вилково, ознакомился с дорогой, открыл ее, ну, грубо говоря, стену в ткани, со знака дорожного. Свидетелями этого были несколько сотен местных жителей. Мы много раз взрывали с аплодисментами, они выбрали в речи. Ну, почему, подводя итог, он пообещал, что это будет только начало. Ваня, спасибо тебе за информацию. Ждем тебя уже в Одессе на телеканале. Возможно, узнаем еще новые подробности. Итак, Олег, давайте будем, скажем так, попробуем подвести промежуточный итог визита президента. Основные моменты, для чего в итоге приезжал президент, почему сегодня, на ваш взгляд, и какие результаты? Ну, самый главный результат, это, я думаю, что тоже к этому приурочено, это целый ряд новых объектов, которые открываются. Это Стамбульский парк, прекраснейший парк, Потемкинская лестница отреставрированная, отлично отреставрирована. Подскажите, открыл он Потемкинскую лестницу или без него это проходило? Я не знаю. Может, мне никто не может ответить на этот вопрос? Я не знаю, я, честно говорю, я не видел, я стоял внизу. Вот, и вы не пролили себе эту ситуацию. Да, реально никто не знает. Да, то есть было открытие, открытие Приморской и Потемкинской лестницы, и Стамбульского парка, и вроде как 45 километров дороги, да, возле... Вот или 35, или сколько, какая-то часть. Ну, 35, да, какая-то часть дороги Одесса-Рени. То есть есть конкретные результаты работы. И эти результаты, это не просто результат работы депутатов городского совета совместно. Ну, Стамбульский парк, конечно, это работа совместная с турецкой стороной, да, то есть именно мексипалитет Стамбула, который полностью профинансировал работы и сделал замечательный парк. Олег, приятно, буквально на минуту у нас есть телефонный звонок от телезрителей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Татьяна, и я хотела бы задать вашему гостю, депутату вопрос. Пожалуйста, Татьяна. Меня возмутило то, что он назвал наших патриотов провокаторами. Значит, те, кого он назвал провокаторами, они служили в АТО, и служат сейчас в АТО. А он, как депутат нашей городской думы, нашей городского совета, значит, у нас стоят погибшим героям их портреты, и никто не подписан возле нашей, возле горсовета. И они отдали уже жизнь для того, чтобы он был депутатом, и для того, чтобы у нас было мирное небо над головой над Одессой. Его это не трогает о том, что там никто не подписан. Никто. Вы понимаете, покуда... Это они что, безызвестные герои? Или кто они вообще? Потому что даже есть такое понятие, покуда еще один, хоть один неизвестный солдат не похоронен, до сих пор война. Это во-первых. А как он смеет их говорить, что они... Подождите, вы, наверное, не поняли. Позвольте вас прерывать. Давайте немножко уточним. Олег, о ком вы говорили, когда назвали провокаторами людей? О ком вы говорили? Провокаторы – это те люди, которые провоцируют на какую-то конфликтную ситуацию. То есть это то, что вы сегодня? Да. То есть я не говорил о воинах, конечно же, которые наши погибли. И, наверное, женщина путает немного. Те портреты, которые сегодня стоят на Приморском бульваре, это общественная организация установила. И я точно не помню суть. То есть это с одной стороны размещен портрет воина, с другой стороны размещена фотография мирного города. И проект посвящен тому, что пока город живет хорошо до тех пор, пока нас защищают воины на востоке. То есть я полностью с этим согласен. Я благодарен каждому воину, который находится на востоке. Те провокаторы, которые сегодня были, это люди, которые почему-то решили, что кого-то пропускают, кого-то не пропускают. Меня называли, что я вру, что я не вру. То есть это ненормально. Которые безосновательно начинают оскорблять людей. Я считаю, что это провокаторы. Они преследуют не просто цель общественную, они преследуют цель политическую. Для того, чтобы засветить прежде всего себя, может быть, для следующих выборов, для следующих каких-то политических проектов. Вот этих людей, я считаю, что они провокаторы. Они приходят на конкретные мероприятия и делают картинку такую, которую они могут показать для своего фейсбука, ютуба или на телеканалах. Я же, как депутат городского совета, я занимаюсь работой конструктивной. Мой отчет о моей работе размещен на сайте города официально. Может быть, это мой избиратель. И я очень надеюсь, что вы видите, что происходит в округе. Может быть, вы были в восьмой школе, в пятой гимназии, что сделано, что делается во дворах. И в каждом доме в частности. По каждому из этого я могу дать подробный отчет. Я могу... Да, да, пожалуйста, Татьяна, мыслуживаем. Да, пожалуйста. Я, Олег, не имела в виду тех, которых... Я понимаю, что вы... Хотя это беспрецедентно, что у нас стоят герои и без имени. Это ужасно. Но я имела в виду тех, кого вы сегодня, которые стояли с плакатами и говорили, что у нас город, к сожалению, в окружении сепаратизма. А у нас это есть. А вы их называете о том, что они провокаты. Это их мнение. Это азититы. Они имеют право на свое мнение. Я не видел людей... Татьяна, дело в том, что... Я прошу, я не видел людей с плакатами. Вот в чем дело. Я лично... А много людей с плакатами. К ним подошел лично Петр Алексеевич Порошенко. И мы видели, у нас сегодня было это видео, как на прямой трансляции, так и в записи, и в новостях. Татьяна, мы видели, что президент подошел и дал им ответ на их вопрос. Как раз тот же самый вопрос, который задаете и вы. Татьяна, благодарим вас за то, что вы с нами. Мы услышали ваше мнение и ваши вопросы. Так, Олег, давайте все-таки подведем черту, основные тезисы на то, что сегодня происходило. Стамбульский парк, Потемкинская лестница, отреставрированный ЗАГС и десятки объектов. Ну, то есть сегодня Петр Алексеевич их не открывал, но на сегодняшний день городской совет реконструирует десятки объектов, памятников архитектуры. То, о чем вы говорили с предыдущим гостем, я слышал. И именно это стало возможно благодаря децентрализации финансовой, которую запустил Петр Алексеевич Порошенко. И сегодня мы первые плоды этой децентрализации, мы уже видим, город преображается. Я уверен, что с каждым годом все будет больше и больше преображений. И я буду стараться этому помогать и делать так, чтобы наш город процветал. Ну и в конце проголосуйте в нашем опросе. Довольны ли вы визитом президента в Одессу? Да? Нет? Ожидал большего? Я доволен тем, что происходит, тем, что открывается. И рад, что вообще есть позитивные изменения. Благодарим вас, что пришли сегодня к нам. Олег Звягин, депутат Одесского городского совета, был нашим гостем. Прервемся на выпуск новостей. Виктория Ортис расскажет о том, что происходит в городе. Буквально через несколько минут у нас есть телефонный звонок в студию. Есть у нас звонок в студию? Не знаю, я понял, что нет. Есть, есть. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Пожалуйста, Ирина, у вас мнение или вопрос, мы вас слушаем. Меня зовут Ирина, я дружусь в бюджетной сфере и хочу выразить... Мы вас слушаем, Ирина. Выразить свое возмущение по поводу происходящего. Вот всех бюджетников на 9 утра выгнали сегодня к площади Екатерины, ждите. Потом сказали, приходите в 11, туда, к рамкам уже, к дюку. Ну ладно, раз уже пришли, люди приехали с поселка Котовского, далеко, пришли к дюку. Чего мы пришли? Никого туда не пускают? Что это такое? Кому нужна эта массовка? Люди все недовольные. Не надо приходить. Зачем это все делать? Зачем принудительно сгонять людей для массовки? Объясните, пожалуйста. Ирина, благодарим за звонок и вопрос, пожалуйста, Олег. Да, то есть я не знаю, для чего приходить для массовки, когда есть огромное количество людей, которые просто хотят пройти и прийти на такое мероприятие. Видите, можно... Ирина говорит, что сгоняли, что сказали, что должны прийти. Бюджетная сфера. Бюджетная сфера. Я не знаю, кому конкретно сказали, может быть, надо было сказать, какая именно бюджетная сфера. Но я не знаю, для чего это делается. Я не понимаю такого и считаю, что, в общем-то, наверное, это неправильно. А я считаю, что это даже не то, что неправильно, я считаю, что это бред. Ну, потому что есть люди, которые с удовольствием приходят и которые ждут этого. Олег, не можем никак вас отпустить. Еще телефонный звонок телезрителей. Добрый вечер. Как вас зовут? Как к вам можно обращаться? Меня зовут Регина. Регина, пожалуйста, у вас вопросы или мнения мы вас слушаем? У меня вопрос к Олегу. Олег, скажите, пожалуйста, а зачем такая непрекретная ложь? Вы говорите, что может прийти любой, задать вопросы. На самом деле, ведь это же бронье. Я живу на Таирово и, начиная с 9 утра, сегодня не нужно было выехать, да, Швейн Черемушев. А вы говорите, что все может. Ну, вы знаете, я в полдвенадцатого доехал до Пушкинской, угол Греческой, с Черемушек, я живу на улице маршала Бабаджаняна, без, ну, в пробке, да, я постоял в пробке, но то есть не было ни у кого проблем, огромное количество машин двигалось в одну и другую сторону. В 9 утра, я уверен, что вы, ну, может быть, там позже, когда там конкретно проезжал кортеж в рамках безопасности, но я не думаю, что абсолютно с 9 утра. Вы уверены, что в 9 утра вы не могли... Олег, я дружу со временем, и для меня время имеет очень большой вес. Ну, я понимаю, я говорю про себя, о том, что я лично выезжал с маршала Бабаджаняна в около в 11 часов. Маршала Бабаджаняна, это бывшая рекордная. Рекордная, да, абсолютно верно, бывшая рекордная. Малиновский район, Черемушки. Вы понимаете, что плохо ориентируйтесь в городе. Ну, в Стаирово, у меня друзья в Стаирово, в Стаирово точно так же выезжали. Ну, что вы с Черемушки, я тоже доехала без проблем. Была проблема уехать с Пушкинской, когда она была перекрыта. Вот это уже была проблема. Может быть, да. Послушайте, Ирина, я тоже... Регина, благодарим за ваше мнение, вопрос и звонок. Олег, благодарим и вас за то, что пришли к нам. Олег Звягин, депутат Горсовета, был с нами. Прервемся на выпуск новостей, после продолжим работу студии. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова